В эфире на первом независимом программа «Время Че» в студии Артём Кондратьев. Здравствуйте! Могочинский педофил отправится в колонию строгого режима на 22 года. 30-летний мужчина признался, что неоднократно заставлял малолетних детей играть с ним в любовь. Детей педофил стращал и грозился убить, если те кому-то расскажут о произошедшем. А в 2011 году, присмотрев очередную жертву, он даже представился полицейским. Тогда от его действий пострадала 9-летняя девочка. Мужчина был задержан в 2016-м, когда попытался извратиться над 8-летним ребенком. Малышке чудом удалось вырваться и убежать. Спустя пару часов педофил оказался в руках правоохранителей. Собранные исследователями доказательства признаны судом достаточным для вынесения обвинительного приговора 30-летнему жителю города Могочи. Он признан виновным в совершении нескольких преступлений. Это два факта совершения насильственных действий сексуального характера, два покушения на насильственные действия сексуального характера и изнасилование малолетних, а также угрозу убийства. Не леща ради ездят на озера Бурятии читинские рыбаки. Однако местным, видимо, показалось, что гости в их края зачастили, и надо бы отвадить чужаков от рыбных озер. Вот только методы для этого выбрали совсем не цивилизованные. На читинских рыбаков они нападают с палками, отбирая вещи и отбивая желание приезжать сюда когда-либо еще. В озерах Бурятии, Исинги, Боржи и Тлаусе плещутся и щука, и карась. Клев здесь отменный. За богатым уловом сюда съезжаются со всех окрестностей. Некогда клевые места облюбовали и читинские рыбаки. Пока желание приезжать на озера не отбили у них местные сторожилы. Сначала рассказ о том, что вместо богатого улова наши ребята еле уносят ноги с этих озер, показался абсурдным. Но когда в редакцию пришли другие рыбаки и поведали почти аналогичную историю, все сомнения рассеялись. Я, получается, в машине спал. У меня стучатся в водительскую дверь. Я открыл дверь, смотрю, стоят вот ребята азиатской национальности, ну буряты. Водка есть? Я говорю, нет. Забирай, говорит, своего товарища в грубой форме, как бы сказали. Я смотрю. Дохлятил, и конников лежит, как бы белкий глаз, только и конвульсия, в конвульсии, получается, трясет. Я его под мушкой взял и повел, ну потащил его в сторону машины своей. Антирыбацкая банда на УАЗике еще около семи километров преследовала читинцев. Когда же догнали, протаранили иномарку. Со слов рыбаков, нападавших было человек шесть. Все бурятской национальности. Говорят, били четверо. Один, видимо, предводитель, наблюдал за потасовкой со стороны, сидя в машине. Кулаками, палками, остроги. Острогой по машине били. Лезли в наши личные вещи. Лодка исчезла, телефон дорогостоящий. Требовали спиртные напитки, ну просто у нас их не было, как бы если были, мы отдали бы все. Ну, факты вымогательства такого. Читинцы утверждают, что поехали на эти озера по приглашению бывшего председателя совхоза Исингинский. Однако для молодых налетчиков тот, видимо, не являлся авторитетом. Были высказывания, что это наша земля, зачем вы сюда приезжаете, уволите. Уже утром следующего дня в Яравнинском отделе полиции было принято заявление о нападении на рыбаков. Однако возбуждать уголовное дело, говорят пострадавшие, там не торопились. Лед тронулся лишь после обращения читинцев в надзорные органы. К тому времени уже прошло два месяца. После быстрого расследования материалы по делу были переданы на рассмотрение в суд. Только вот незадача. Из шести нападавших к букве закона призвали только одного. Одного толкает. Он сначала как бы вину на себя взял, потом судебный процесс, когда начался. Сейчас он как его идет в отказ. Такие вот дела. Что он там вообще ни при чем, вообще его там не было. Судов уже прошло на данный момент, ну, наверное, процессов 20. Толку никакого. К слову, по сей день расследуется дело рыбаков, которых неизвестные избили и бросили на морозе. Инцидент случился также в Бурятии, только уже на озере Борже. Читинцы утверждают, что тогда из восьми нападавших двое были в полицейской форме. Ну, как бы вроде и познакомились, пригласили в будку, к нам посидели маленько, мы выпили, естественно, рыбалки. Ну, потом хозяин машины, как бы, ну, выходите из будки-то. А они нас, получается, выкинули и избили. И все, а потом, я помню, так местами, потом, помню, закинули в будку и повезли куда-то. И в ходе, когда ехали, они машину перевернули и бросили. Я думал, все замерзать будет там вообще. Обратно приятели добирались как могли. Налетчики слили из УАЗика бензин и сняли новый аккумулятор. Горючее приходилось спросить у случайных людей. С чего вдруг в тех краях повелось палками выгонять гостей, можно только предположить. Я считаю, что идет целенаправленное разжигание вражды между русскими и бурятами. Молодежь эту, кто-то ее подстрекает. Все проделки неизвестных расследуют в Бурятии. С соседней республики мы получили следующий комментарий. В результате проведенных по данному обращению оперативно-розыскных мероприятий установлен злоумышленник, нанесший побои и повредивший одну из автомашин. Это 27-летний неработающий ранее судимый житель села Исинга. По итогам проведенного расследования уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. По фактам кражи лодки и повреждений второй автомашины расследование продолжается. По факту нападения неизвестных на троих рыбаков из Забайкалья в Яравненском районе в декабре прошлого года, в котором якобы принимали участие сотрудники полиции, подразделением собственной безопасности МВД Бурятии проведена проверка. Материалы переданы в следственные органы для принятия правового решения. Иных фактов нападения на рыбаков из Забайкальского края на территории республики не отмечено. А у меня на этом все. Телефон редакции 415107. До свидания и берегите себя.